В 38-м меня перевели в школу для детей евреев на Гросс и Хамбургер-штрассе. Я жил в берлинском районе Нойкёльн и должен был каждый день ездить на метро до станции Ванмайстер-штрассе. По дороге в школу нас все время допекали парни из Гитлер-Югента. Это было неприятно. Поэтому поодиночку в школу мы уже не ходили. Встречались у выхода из метро и вместе шли в школу мимо соседней станции метро у Хакских ворот, тогда она называлась Биржа. Там мы забирали других еврейских школьников, которые нас дожидались. И так дальше продолжали идти вместе до Гросс-Хамбургер-штрассе. Вот таким был наш ежедневный путь в школу. Но 10 ноября все было иначе. Весь район вокруг Хакских дворов, так называемый Шоененфиртль, считался еврейским. Еще в стародавние времена курфюрстов там разрешили поселиться первым 40 еврейским семьям. Из этих семей затем вырос еврейский район. Когда на утро 10 ноября мы пошли привычным путем от метро к еврейской школе, шагать нам пришлось всю дорогу по осколкам стекла. Все лавки были опустошены, витрины разбиты. Всюду на улице лежали обломки мебели, кассовые аппараты. По пути мы прошли мимо магазина музыкальных инструментов. Там стояли разломанные рояли и пианино. В углу Розенталер и Софьенш трассы располагался еврейский универмаг. Там было разгромлено все. Вокруг рылись в вещах, мародерствовали какие-то люди. Напротив нашей еврейской школы был дом престарелых. Из его окон на улицу летели матрасы и кровати. Старички кричали, звали на помощь. Уже на входе в школу нас встретили учителя и сказали, немедленно уходите домой, самым коротким путем и не оглядывайтесь. Вернувшись домой, я заметил, что на входную табличку с фамилией моего папы, он был зубным врачом и держал там же частную клинику, кто-то нанес звезду Давида. И на дверь в нашу квартиру, осторожно, тут живут евреи. Вот таким было мое 10 ноября. Когда меня приняли в школу в 1934 году, это была совершенно обычная школа. В классе я был единственным евреем и называли меня еврейской свиньей, евреем-ициком. То есть с самого начала, шести лет, я был выдавлен из общего круга. Для детей, которые играли вместе со мной еще несколько месяцев назад, я вдруг стал врагом. Так что, понимаете, события 1938 года не оказались чем-то внезапным. Все это нарастало постепенно. Поэтому нас, детей, творившиеся, даже не удивляло. Мой отец уже в 1933 году получил запрет на профессию. Потом он, правда, подал апелляцию. Ему, как участнику Первой мировой, награжденному орденами, позволили и дальше вести медицинскую практику. Так что отец всегда говорил, но это они не нас имеют в виду. Что с нами может случиться? Я женился на христианке, воевал за Германию. Так он продолжал нас уверять вплоть до 1938. Конечно же, его еще до этого коснулось то, что творилось с принудительным отказом от собственности, от автомобиля. Он был обязан сдать радиоприемник, печатную машинку и черт знает что еще. Но все-таки он повторял, господи, да ведь это они не нас имеют в виду. Но вот и для нас настал этот день. Для отца, который был всецело предан Германии, это было жутко. Все это было просто невообразимо. Гитлер умудрился за сто дней превратить демократическое государство в режим фашистского террора. Начиная с факельного шествия 30 января 1933 года и пожара в Рейхстаге, когда в Рейхстаге выступил сам Гитлер, он уместил всю свою программу в одном предложении, сказав, тот, кто станет выступать против нас, будет повержен. И это слово, повержен, уже тогда следовало воспринять буквально, когда эсэсовцы и штурмовики ЭСА задержали в своих кабаках людей, похищали, избивали, убивали. Вспомните хотя бы о кровавой неделе в Кёпеннике, в 1933-м, об открытии концлагерей, куда отправляли тысячи человек. А после поджога Рейхстаге Гитлер вместе с Рейхпрезидентом Гинденбургом приняли чрезвычайные законы. Затем, 1 мая, День труда, объявили выходным днем, и так на сторону Гитлера перешли многие рабочие. Уже 2 мая произошли нападения на штабы профсоюзов и аресты их лидеров. Всех избранных, бургомистеров, глав районов и так далее, Гитлер заменил на своих людей СССР. А тех, кто не хотел им подчиняться, подгоняли по городу маршем позора, как предателей нации. Наконец, 10 мая, во всех университетах Германии устроили сожжение книг. И вот за это время, с 30 января по 10 мая 1933 года, Гитлер смог изменить Германию до неузнаваемости. Эти изменения были ощутимы даже для детей, для этих малышей. Они тоже видели, что в Берлине больше не может висеть ни одного красного флага, только свастика. Когда меня приняли в школу, все это в 1933 уже состоялось, я пошел учиться в 1934. Маленьким детям был уже привит антисемитизм. Всех моих одноклассников впоследствии ждала депортация в лагеря. Вернуться оттуда удалось лишь одному из них, то есть нас, выживших, было двое, он и я. Если бы я устраивал встречу одноклассников, то проводил бы ее на 17-м пути, на станции Груннвальд. Моих одноклассников не осталось живых. Благодаря моей маме немке мы были защищены. Это называлось смешанным браком, но уже в 1935-м были приняты нюрнбергские расовые законы, по которым определяли, сколько процентов еврейской крови означает принадлежность к евреям. Как правило, дети из таких семей, как моя, попадали в категорию полукровок первой степени. Но если воспитывались они в еврейской традиции, тогда их объявляли стопроцентными евреями. А мой отец настоял на том, чтобы его дети были воспитаны именно что в еврейской традиции. Поэтому я и получил категорию не полукровки первой степени, а абсолютного еврея. Я считался евреем, со мной обращались как с евреем. А впоследствии я был обязан, как и остальные, сменить имя на «Исраэль» и носить нашивку со звездой Давида. 27 февраля 1943 года была проведена операция на берлинских фабриках. Тех последних евреев, которые еще оставались в городе, на принудительных работах, всех, кто уже с 1938-го был обязан проживать в так называемых еврейских домах, всех нас тогда схватили. Нас раскидали по шести сборным пунктам здесь, в Берлине. Я угодил в лагерь на Левицов-Штрассе в бывшей синагоге. Там мы должны были подписать бумагу, согласно которой все наши пожитки отчуждались в пользу Германского рейха, в наказание за вредительскую по отношению к государству коммунистическую деятельность. А дальше нас уже ждали составы, на которых нас должны были доставить в Освенцим. Это был первый раз, когда дело дошло уже до задержания евреев, которые были в браке с неевреями. Но тогда нас стали искать супруги немки. Где наши мужья? Почему они не вернулись домой? Так на Розенштрассе образовалась небольшая группа женщин, которые стали кричать «Выпустите наших мужей! Выпустите их!» И вот тогда из этих временных лагерей выпустили тех, у кого были супруги из числа немцев, и их детей тоже. Их всех перевезли на Розенштрассе. Там было больше двух тысяч человек евреев, состоявших в браке с немцами, или детей вроде меня. А женщины на улице продолжали митинговать. Их становилось все больше. Представьте себе, в здании находились две тысячи человек. То есть, если на демонстрацию за окном приходил хотя бы один родственник от каждой семьи, то получалось уже две тысячи митингующих. От моей семьи там были, например, мама, тетя, дедушка и бабушка. Это были тысячи людей. Люди, которые впервые за годы нацизма вышли на защиту евреев. Я думаю, что если бы эта история произошла годом раньше, то руководство СС сказало бы сразу, «Что, вы за евреев? Так отправляйтесь вместе с ними в концлагерь!» Но к 43-му политическая ситуация в целом уже изменилась. Смотрите, 30 января 43-го, Гитлер еще праздновал десятилетие прихода к власти, а уже 31 января пал Сталинград. И с поражением вермахта под Сталинградом любому мыслящему человеку было уже ясно – война проиграна. Тем временем в Африке Ромель уже бежал, отступая из Египта в Тунис. Уже было ясно, что скоро высадятся союзники. Немецкие города все чаще подвергались бомбежкам. Все больше разрушенных домов, раненых и погибших. Вот какой была ситуация в 43-м. В октябре 38-го правительство Польши выпустило распоряжение. Тот, кто не был в стране больше пяти лет, лишался польского гражданства. В свою очередь, правительство Гитлера заявило, «Нам эти польские евреи, лишенные гражданства, здесь тоже не нужны». Тогда, в конце октября, была проведена молниеносная акция по их высылке из Германии в Польшу. Но и Польша отказалась их принимать. В итоге эти люди, от младенцев до престарелок, оказались нигде. Один из них, Гриншап Гершель, живший в Париже, знавший по письмам, какой хаос угодила его семья, решил, что должен показать всему миру, как обращаются с евреями. Он пять раз выстрелил в секретаря германского посольства в Париже, господина Фом Мрата. Тот умер 9 ноября. Его смерть и использовали как повод для этих погромов. Но я уверен, что и без этого нападения дело все равно бы дошло до погромов. Просто время пришло. Тысячи штурмовиков ССА заседали в своих кабаках. Для нацистов день 9 ноября был праздником. Ведь это была 15-я годовщина пивного путча, во время которого Гитлер в Мюнхене попытался объявить об установлении фашистского режима. Это был праздничный день с кровавыми знаменами, с речами Гитлера. Люди, сидевшие в кабаках, уже были на готове. И вот вечером начались еврейские погромы. Все же в детстве я бывал счастлив. Во-первых, счастье было уже тогда, когда меня перевели из обычной христианской школы, в которой меня отравили, в школу для еврейских детей. С той поры я был окружен только теми, кто сталкивался с тем же, с чем сталкивался я. Мы любили друг друга. Это было прекрасное содружество. Учителям-евреям ведь было запрещено работать по профессии. Но это значило, что в нашу гимназию в педагоге брали лучших из лучших. Наша школа была уголком счастья. А во-вторых, конечно, в 10 лет я впервые влюбился. Эта дружба или любовь продолжалась вплоть до 1943 года, когда мы в последний раз виделись с этой девочкой в том сборном пункте для евреев на Левицовштрассе. Меня оттуда перевезли во временный лагерь на Розенштрассе, а мою подругу и еще 1700 евреев депортировали. По прибытии в Освенцим их уже не регистрировали. Они сразу отправлялись в газовые камеры. КОМКЛАЙСИН ДИКОСКОМА